Учиться аккомпанементу. Сегодня у нас аккомпанемент. Да? Ага. Смотри, значит, что нам нужно знать про аккомпанемент. Это то, что у нас обязательно нам нужен ритм, да? То есть у нас должен быть размер песни, да? Как правило, две четверти или четыре. Или четыре четверти. Вот. Поэтому раз, два, три, четыре. И все, что мы должны играть, мы должны укладывать в этот размер и в этот счет. Поскольку лекция запланирована для таких-то совсем, как бы, новичков. Поэтому, а ты уже умеешь играть, но все равно я буду вести так, как будто для новичков. То есть я буду повторять какие-то моменты. Значит, гитара. Не все на камеру видно, но... То есть гитара. Для этого нужна гитара. Настроенная таким образом, чтобы... Через приложение, которое... Сейчас еще раз ужин. Приложение, которое у нас для настроек инструмента... Или тюнер. Да. Обыкновенный. Помогает нам настроить инструмент. Потому что первоначально, когда мы только что купили гитару в магазине, нам надо помощника. То есть любой тюнер, который можно скачать в магазине приложений... Вот. Важно следить, чтобы совпадала настроенная нота с той буквой, которая у нас обозначается. То есть первая струна настраивается... Вот она на буквку... Е. Е. Это первая струна. Первая от пола. Вторая струна. Буквка Ги. Третья. Джи. Четвертая. Ди. Пятая. Э. И шестая опять И. Вот. Это буковки. Как правило, любой тюнер их показывает. И шкала сверху. В зависимости от того, настроена гитара или нет. То есть я могу голосом, да? Вот первая струна. То есть она будет нам показывать высоту. Она должна быть посерединке. Стрелочка или вот такая вот штучка, паузуночек. Но надо настроить так, чтобы она оказалась в серединке. Вот. Такие дела. Дальше. Когда гитара у нас настроена, она звучит подобным образом. Настраивается она путем вращения вот этих вот колбов. То есть если мы крутим в одну сторону, то струна становится меньше, а в другую выше. Ну вот и все. У тебя у нас трое на гитаре делается? Да. Да. Да, в магазине часто продается такая прищепочка, которая делает ту же функцию, что и тюнер приложения в телефоне или планшете. Что для уже таких часто люди занимаются удобнее? Вроде как прищепка, все время на подруху. На гитаре. Ну, да. Сейчас я попробую трансляцию включить. Так, 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 так. Сейчас. Это демонстрация экрана называется. Да, да, да. Так у меня. Я вот ее ищу. А, вот. Демонстрация экрана. Вот. Сделаем демонстрацию экрана. Видно, да? Да, видно. Видно. Отлично. Вот. Вот и, собственно, когда у нас гитара настроена уже, на... Гитара настроена. Еще раз пройдемся по тому, как она должна быть настроена. Первая струна... У нас настраивается на букву Е. Вот так вот. Вторая струна... Настраивается кружочком на букву Б. Третья струна... Это у нас буква G. Четвертая струна... Д. Пятая струна... То есть без настройки гитары звучать не будет хорошо. Те аккорды, которые внизу мы видим сейчас. И шестая струна опять Е. Вот. Вот так вот. То есть это... Это важный момент. Вот. Если вдруг забыл, то можно всегда найти в интернете эту информацию. Просто в поиск настройка гитары и это все там будет. Чтобы буквы просто знать. Угу. Вот. Теперь что же такое у нас... Сейчас. Что же такое у нас... Что же такое вот эти вот буковки? А, Б, С... Которые рядом с аккордами. То есть для информации просто. У нас есть ноты. Нота до. Нота Ре. Нота Ми. Нота Фа. Это всем известно, что ноты так называются. Практически. Соль. Ля. И Си. Всего семь нот в нашей европейской музыке. Вот. Так вот, за границей, скажем так, эти буквы стали называть... То есть эти ноты стали обзывать буквами, чтобы было проще их записывать именно для аккордов. Именно для аккордов. И вот. И называют и так, и так. То есть есть... Можно услышать, что называют прям так. Дора Ми, Фа, Соль, Аси. Классической музыки. А в современной музыке, обучении современной музыки, джазовой, рок-музыке, не применяют, в английском языке не применяют Дора Ми, Фа, Соль, Аси. А все прямо говорят. Эй, Би, Си, Ди, И, Ф, Джи. Вот. И каждая эта буковка соответствует нотке. Эй. Эй это обозначение ноты Я. А Си это Ви будет. Вот. Си это До. Ди. Это Ре. Е это Ми. Фа, Ф. А Соль это Джи. Вот и все. То есть использовано 7 букв английского алфавита, латинского. А, Би, Си, Ди, И, Ф. Вот. И первой букве соответствует не как бы хотелось нота До, а первой букве соответствует нота Ля. Так уж повелось. Я это связываю с тем, что наиболее часто распространенное пение было именно минорным. и от ноты Ля как раз у нас получается минорная гамма. Вот Ля, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля. Ну, вот так повелось. Это так сложилось. А До мажор звучит вот так. То, Ре, Ми, Соль, Я, Си, До. Вот такая вот теория. Это то, что обозначают буковки главные. Теперь, что обозначают вот эти вот буковки, которые рядом с аккордиком стоят. Буковка вот эта маленькая М, семерочка, или отсутствие. Отсутствие, когда нету буковки рядом с главной буквой. Тут все очень просто. М это у нас минор. То есть аккорд при звучании будет звучать минорным. Минорным. То есть рядом с большой буквой всегда стоит еще дополнение о том, какой аккорд. Вот. Как-то так. Если мы видим семерку, это так называемые септоаккорды, которые звучат более красочно и более напряженно, что ли. Вот. Это септимур. Септоаккорд. Так он называется. И, если ничего нет, то это обычный мажорный аккорд. Если просто буква F, например, это просто F-мажор, то есть F-мажор. А вот, чтобы эти аккорды звучали именно так, как они, эти аккорды, задумывались, нужно выстроить определенную конструкцию на грифе. Вот. то есть если нам нужно получить аккорд А-М, мы должны сейчас, мы должны поставить поставить вот на второй струне вот этот палец, на третьей вот это зажать и вот здесь зажать точечки. Первая струна у нас открытая, пятая струна у нас открытая. Шестую струну мы играть не будем, мы закроем. Вот. Да, вот, молодец, Денис, ты уже поставил аккорд, если он сыграть, будет звучание аккорда. Да. это то, что делает левая рука. Зажимает аккорды на грифе. Вот. Теперь, если мы возьмем другой аккорд, например, у нас будет аккорд, ну, в твоем случае, давай пока потренируемся, совсем простой вариант, проще не бывает, самый простой. следующий аккорд будет Е, вот этот вот. Первая струна открытая, вторая открытая, потом первый лад на третьей струне, да, и вот. То есть, у нас та же конструкция, та же конструкция, но только внутри струны. Просто нули струны. И вот уже этих двух аккордов достаточно, чтобы появилось и добавление ритма музыка. А, я сыграю? Я сыграю. Вот и все. Включается музыка. Если есть ритм, то есть, мы должны знать, а сколько именно в песне будет. Вот так вот, да? Да, вот так вот получается, да. Очень просто. Когда уже умеешь играть, это очень просто. Вот. То есть, левая рука у нас сейчас выполняет одну и ту же функцию. Держит так вот. Пока мы держим его, в правом руте мы можем играть как угодно. Мы можем играть троем, то есть, когда мы поставим ее в патриот. Вот так вот это же. Вот так вот. А можем играть и пальцами. Переход. 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 Да? Мы выбираем. Переход. Вариант портного. левая рука при всех этих вариантов будет у нас одинаково это наши таблички из аккордов для следующей песенки нам потребуется уже цифровочка из аккордов и будет 4 штуки подобрать надо чуть-чуть не помню забыл песню прошу прощения вспомнил ну вот это просто мы на примере песенки которой мотивчик который на слуху я просто наиграю то есть у нас будет использовано четыре аккорда первый аккорд а-эм то есть в песне все время у нас идет чередование аккордов это будет первый аккорд это будет второй аккорд то есть если мы до этого делали упражнение где у нас один и тот же одна и та же группировка пальцев перемещается на другие струны все достаточно просто сейчас будет уже сложно нам надо будет менять аккорды вот такой аккорд да вот это вот прижимается одним пальцем вот эти два звука одним пальцем по рэ получается такая конструкция следующий аккорд это будет третий аккорд это будет соль да и четвертый аккорд будет е-м в этой песне нестандартная доминанта для 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 песни которая стандартная доминанта здесь необычная она минорная вот 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 такие дела так я с вами там у нас еще один человек нет вот что я не вижу пока пока не вижу где он вылез он вылетел вылетел ну ладно так хорошо ну и вот такая простая песня то есть то есть мы сейчас не будем брать за основу песню нам просто нужен был какой-то материал чтобы мы могли несколько аккордов соединить в цепочку смотри у каждого аккорда будет четыре раза раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз это вспоминаем про наш счет да наш счет раз два три четыре раз раз два раз раз два раз 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 то есть нам нужно успеть поменять не нарушая движение пульс и счет песни да и сразу следующий раз раз вот еще поработаем раз 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 не нет ты должен играть ритмично просто пока в медленном темпе это не совсем игра музыкального произведения по нотам есть немножко другое немножко другое мышление поэтому пока медленно вот последние два аккорда хорошо но так должны быть все аккорды то есть паузы остановки не должно быть заранее да должен представить аккорд и идти на него вовремя да в этой песне вся песня построена на этих четырех аккордах по сути и ничего другого там нет но только там темп быстрее будет потом в будущем быстро аккорды будет менять сейчас мы ее играем как бы медленный вариант можно сказать так просто отрабатываем и это надо постоянно повторять всю пьесу там она три минуты идет эта песня и три минуты она повторяется да то есть вот вот такая техника игры так ну давай добавим попробуем этим аккорду добавить вот такой ритм в правой руке и правая рука как она играет чуть-чуть гитару развел уже мгновенно вот наш бой раз два три три на раз только вниз на два только вниз а на три мы сделаем бой три четыре получается ну почти получилось раз два три раз два не останавливайся ритм в ритм смотри там там и сразу следующий аккорд так все начинают играть аккордами на гитаре все так и начинают играть аккордами на гитаре да 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 и уже можно то есть какая-то мелодия а это аккомпанемент всегда есть и мелодия получается да? давай какую-нибудь другую песню попробуем с другими аккордами так какую-нибудь попроще какую-нибудь попроще самую попроще давай найдем как это вообще происходит смотри как это происходит берем яндекс но то есть и находим песню сейчас очень много можно песен всяких сыграть да? так например песня будет называться например перемен перемен кино кино аккорды все и как выглядит вообще это как это все выглядит сейчас мы увидим смотри ну просто вот первый попавший ссылку я еще сам даже не знаю что там будет надеюсь она откроется нажмите сейчас чтоб не открывается а вот открылась да? как это выглядит как правило это выглядит вот таким образом смотри внимательно то есть у нас есть текст песни который нам и задает ритм а справа на хорошем сайте уже давным-давно есть такие же табулатуры с аккордами видишь? и мы спокойненько играем эти аккорды то есть будет первый аккорд с барре то есть сложный аккомпанемент здесь будет да? то есть первый аккорд у нас будет вот такой мы должны зажать барре всем пальцем указательным смотри второй лад мы должны зажать барре вылечить циферка 2 от второго лада то есть мы должны на втором ладу поставить один указательный палец и здесь еще два смотри получается вот такой аккорд второй лад второй лад и смотри и мы должны конечно эту песню послушать где-то да? там есть ритм Сколько аккордов было? Три, правильно? А, нет, три, да, три аккорда Первый аккорд, по диез, ф диез, минор Потом а, мажор для мажор То есть можно найти любую песню И таким образом, имея сверху над текстом Всегда пишется тот аккорд, который надо играть Во время пения этих слов, понимаешь? И, как правило, аккорд ставится сверху слога Там, где он появляется первый раз Или его смена Вме, вместо, появляется этот аккорд Потом, вместо, опять, на другой строчке, новый аккорд Вместе со слогом должен появиться новый аккорд Здесь, в данном случае, он появляется на сильную долю На раз И, как правило, все аккорды появляются на сильную долю На раз В песнях Ну, иногда и на третью долю могут появляться То есть, иногда надо следить за текстом Да? Видишь, и в конце опять появляется этот аккорд На слове день И на слове день День Вот Сейчас все это есть в интернете Но раньше люди Которые занимались Они переписывали из тетрадочки в тетрадочку все это И сверху также аккордики подписывались То есть, это все было из тетрадки в тетрадочку Друг у друга Вот так Ну что, пробуем Первый аккорд И здесь у нас Первый аккорд повторяется Не четыре доли, а восемь Смотри Как устроена песня Вместо Тепла Зелень Стекла Понял? Можно даже не играть сначала боем правой рукой А просто взять аккорд Вместо Тепла Зелень Стекла Потом другой Раз, два, три, четыре Пять, шесть Семь, восемь Здесь надо до восьми считать Понял? То есть, мы берем аккорд и считаем восемь счетов То есть, два, восемь четвертые Восемь доли Раз, два, три, четыре Пять, шесть Семь, восемь Потом Е Аккорд Раз, два, три, четыре Пять, шесть Семь, восемь И опять Раз, два Пять, шесть Пять, шесть Раз, два, три, четыре Пять, шесть Семь, восемь Раз, два, три, четыре Пять, шесть Пять, шесть Семь, восемь Раз, два, три, четыре Пять, шесть Восемь Каждый аккорд в два раза больше, чем в предыдущей песне Да? Два такта держится аккорд Пока звучат тексты То есть, под тексты То есть, очень просто Мы поем текст Следующий аккорд И держим в голове обязательно ритм Вот так Это способ записи аккомпанемента без нот Совсем без нот Да? У нас вместо нот Буковные обозначения аккордов И все То есть Буковка Это то, какой аккорд должен звучать в этот момент времени И у нас всегда есть шпаргалочка Где мы этот аккорд находим И все Но бывает, что в песнях используется барре, как здесь Почему поиграем на барре? Понял? Иногда бывает, что в песне один вариант всего цифровки То есть, повторяется, который всю песню Но иногда бывает, что есть куплет и припев Тогда в припеве часто другая цифровка То есть, мы должны выучить вариант куплетный И вариант припевный А вот в вариант припева здесь появляется еще один аккорд Б-минор Си-минорный аккорд Он берется вот он На Второй Второй лад Тоже барре, второй лад И вот такая конструкция И получается Да, и точно надо знать, где ты поменяешь аккорды Да, 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 да Два раза требуют Два раза наше И стерца Понимаешь? И ле-ли-ли-ли Раз-два 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 Да, сверху аккорды подписаны именно там, где надо, где у нас в песне. Когда слушаешь эту песню, ты же текст видишь, и ты поймешь ритм песни сразу по тексту. В любой песне, какую захочешь сыграть. Абсолютно любую. И вот здесь немножко другое, а концовка другая. Потом идет проигрыш песни. Мы проигрыш делать не будем. Вот. Ну и все. А дальше все повторяется. В куплете в следующем опять цифровка. Вариант 1. Называется А. Квадрат А. А в перепеве вариант Б. Квадрат Б. Вот так. Понятно? Да. Единственное, что не всегда в этих вот интернет-ресурсах правильные аккорды или в правильном месте написаны. Но это уже хоть что-то. Потому что может быть, что нет совсем ничего, и все придется на слух подбирать. Самому. Вот. То есть это такой момент. Понятно? Да. Ну что, давай какую-нибудь попроще песню найдем. Какую-нибудь бардовскую, да? Бардовская песня у нас будет простая какая-нибудь. Так. Самое простое. Так, 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 так. Солнышко лесное. Солнышко лесное. Там просто в амбаре нету. Вот. Тоже самый сайт, кстати говоря. Выскочил. Вот. Открывается. И мы видим примерно ту же структуру. У нас есть текст песни. К нему есть мелодия, естественно. Если ты нот не знаешь и по нотам мелодии не поешь, только на слух. Ты ее послушал, эту песню. Мелодию уловил, запомнил. И дальше уже по тексту работаем. И справа аккорда то же самое здесь есть. Иногда их нету на сайте. Иногда есть. Если на сайте нету, надо их найти в другом где-то месте. Источники как аккорды, аппликатуры аккордов. Если они есть, это даже удобнее. Да? Вот другая песня. На этой песне можно получиться играть аккомпанемент перебором. Да? Это куплет. А припев в этой песне другой ритм можно сделать. Там, по-моему, так и есть в оригинале. То есть у нас такой переборчиком куплетик. То припев будет... Теперь мелодия. Как миш-лидер простой. Стандартная костровая песня. Ритма нет. Ритма нет. Но текст есть. И текст очень хороший, а ритма нет. Все ровненько идет. Понятно? Да. И припев в мелодии. Вот так Ну что, попробуем Вот такой будет темп Всем нашим встречам разлуки У нас суждены Потом следующий аккорд На слове «тих» Тихой печалью Ручей у янтарной сосны Интересно, ты аккорд зажимаешь Ты вот так его зажимаешь, да? Джи аккорд Такими пальцами Но это возможно В быстром темпе крайне неудобно Может быть все-таки заменить Использовать вот эти два пальца Указательный и средний Вот так Это более стандартно Более часто используемая постановка Этого аккорда Следующий аккорд Б7 Это вот такой аккорд Потом аккорд С В этой песне много аккордов используется С Вот он, С Сейчас И потом Е7 Вот он, Е7 Надо поставить вот таким образом Потом АЕМ Потом Б7 опять Это куплет, правильно? Это когда долго распевно все идет Переборчиком Да? И припев Раз Е7 Два счета Раз Два Два На самом деле даже Для тех, кто Играет самодеятельно Им даже считать Не особо как нужно Просто по тексту Просто по тексту Милая моя Вот и все Солнышко лесное Это же Надо же понимать Это же аккомпанемент для пения Кто-то должен петь Под этот аккомпанемент Либо про себя Либо как-то мелодию напевать Тогда это будет Закончено Будет понятно для чего Играется То есть обязательно петь Текст петь То есть берется одна песня Выучиваются наизусть аккорды Потом выучиваются наизусть То, как они После какого Какой следует И после этого Все уже будет получаться Песня Понял? Давай попробуем Перебором поиграть Значит, как играть с перебором У каждого аккорда Есть основной бас В первом аккорде Который ЕМ Это бас на шестой струне И возьмем для перебора Три верхних струны Очень удобно вот так играть Играем бас Сползая Как бы Гладим струну И Застревает дальше Пальц на соседней струне Это уже Ну, как упражнение На перебор Можно сказать Да? В данной песне Этот перебор Повторяется четыре раза Раз, два Раз Четыре раза Повторяем А потом берем следующий аккорд И по аккорде Джи, соль Надо сыграть всего один раз Бас на шестой струне Бас на шестой струне Даже на слух всегда можно понять Какой бас в аккорде основной Ну, смотри Вряд ли этот Вряд ли этот Вот он Вот этот Вот этот Вот этот, да? На аккорде соль А наверху три струны Так очередуются Той же аппликатурой Перебор Это разновидность боя Тоже Потом следующий аккорд Д7 Вот он Д7 Основной бас На четвертой струне Будет Открыли Прекрасно Только надо один раз сыграть Смотри Следующую строчку И удобно учить, кстати говоря По строчкам Берешь строчечку И учишь одну строчку Да? Смотри Первый аккорд Соль Один раз Потом Д7 И опять соль Один раз И еще один раз Вот так строчка заканчивается Этой песне Понял? Попробуй повторить аккорды По строчкам, по уши Е, Н Сначала соль И сначала соль Подожди, подожди Вторую строчку Амин Да, мы будем Один раз Один Играем аккорд соль Потом Д7 Потом соль два раза Так, да? Да, только не останавливайся Должен перейти с аккорда на аккорд В переборе Почему сложно играть перебором? Потому что Нет времени на Какой-то люфт Мы должны сыграть один аккорд до конца Быстро взять новый аккорд И продолжить игру Да Перебором, Денис Перебором Перебором? Перебором Точно Раз аккорд И одним движением Поставил все пальцы И опять обратно Возвращаешься Опять На круг Чуть-чуть медленнее Не спеши Сейчас пока тяжело будет В быстром темпе сыграть Постепенно Постепенно Когда освоишься Темп Будешь помещать Почти получилось А теперь попробую еще И спеть Во время игры Ну или хотя бы промычать Только не те ноты спеть Которые ты играешь Смотри А вот эту ноту спеть Ре Ре То есть Поешь совсем другую ноту Не то, что ты играешь Ты же аккомпанируешь пение Получилось А теперь еще один пласт мышления Мы должны во время игры Совершенно спокойно петь текст Проговорить сначала Давай без нот Без мелодии Проговорить Тих и печален Ручей У янтарной сосны Сможешь проговорить Во время игры Этот текст Тих и печален Ручей У янтарной сосны Как будто Подтихотворение Ты играешь ритм Акомпанемент Ну-ка Тих и печален Чего ты нота Во-во-во-во Вот и все То есть песня Это текст И ритм Это тоже из текста Выходит Тих и печален Тих и печален Я не поставила То есть смотри Что происходит В песне Главное в песне Текст, мелодия И ритм Который поется Акомпанемент Не главное Но его надо играть Он на себя Отвлекает очень много Внимание До конца аккорд не доигрываешь Да-да-да Вот надо совместить Текст и аккомпанемент Ну у тебя получится Еще раз Стандартная костровая песня Еще раз я тебе покажу И где меняется аккорд На каком слове На каком слоге Меняется ручей 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 Вот на чей Ты должен взять Новый бас Нового аккорда Нет Смотри Тих и печален И только на чей Новый аккорд Получается Да Пробуем Пробуем Вот Такой раз Понятно В следующем аккорде У нас основной бас На пятой струне Си Два раза мы это повторяем Раз И Два И Потом аккорд С Раз И аккорд Е В аккорде С пятая струна Басовая И потом шестая В Е7 Попробуем Два раза В Е7 Потом С Е7 Верхние три струны Перепор Да Давай Давай Сейчас Стран И сразу следующий Не останавливайся Да Перепор Не должен останавливаться Это как Мельница Как машинка Как колесо Оно все время крутится Еще разочек Вот так вот Строчку за строчкой Песенка и складывается И тут же Е7 Не останавливайся только Да Смотри С И тут же Е7 Строчку за строчку Так Так Надо успеть левой рукой все это подстраивать быстро одним движением новый аккорд ставить Понял? Теперь то же самое с текстом Да Пеплом несмелым подернулись угли костра На слово костра На последнюю букву костра Новый аккорд Костра И следующий аккорд Да Понял? А пробуй Добавь Добавь текст Ну самое сложное Играть именно Текст Это информация Понимаешь? И аккомпанемент Другая информация И они должны в одном целом быть То есть ты должен сразу делать и то и другое В этом и сложность А то играть и петь Да Да-да-да Молодец Давай Меняю аккорд Это навык Он приобретается путем многократных повторений Понял? Ты произносишь слово костра И берешь аккорд Костра Новый аккорд Так Молодец Вот и все И следующая строчка АМ Б7 И М АМ Так А там Так Так Молодец Молодец Так Молодец Молодец Ай-и-ен Перед информацией соединить с информацией текстов То есть произнести текст песни Говорить его во время игры и аккордов Не спеши, чуть медленнее Чуть мельнее Чуть-чуть помельнее И тогда все получится Вот так вот всё стало споро. Вот так вот всё стало споро. Понятно? Да. Хорошо. Спасибо, что подключился. Нашёл время. Вот это другая гитара. Не нотное мышление, а мышление на слух, текст, цифровки аккордов, их обозначения. Дальше просто меняешь в левой руке аккорды, задаёшь ритм песни, как ты будешь играть правой рукой. Может быть перебор, может быть бой. Получается песня. И одновременно с этим читаешь текст в песне и получается как-то так. Понятно? Да. Хорошо. Ну что ж, тебе-то хороших каникул летних. Спасибо. Если больше не подключимся. И учи аккорды на странице. Хорошо. Закрыл я страницу. Сто восьмой. Сто восьмой. Сто трей. Сто трей. Сто трей. Вот эти все аккорды, они должны быть в голове, в памяти. Те назвали АМ. Должен раз, сразу его поставить. Может, когда ты играешь в песню, он вот написан АМ. Ты должен точно знать, какие пальцы и как в левой руке пальцы почитаются, чтобы прозвучала нужная гармония под песню. Можно в мажоре закончить. А можно в миноре. Да. Вот так. Ну что, оставаться пора. До свидания, Денис. До свидания. Пока. Пока.